Добрый день, дорогие мои друзья! Хочу немножко отнять у вас одну минуту, чтобы сделать объявление. Буквально сегодня с утра мне написала моя подписчица и сказала, что от моего имени ВКонтакте отвечают на мои вопросы и дают ценовую информацию. Я уже до этого говорила, что я работаю одна. И на стене я написала ВКонтакте, что никаких посредников, компаньонов, нету. Я работаю одна, только непосредственно со мной. Не пересылайте никакие деньги никому, это мошенники. Поэтому я написала на стене нашу переписку и предупредила, что будьте внимательны. Конечно, прям с утра настроение пропало, потому что удивляешься, насколько могут люди извращаться. До сих пор аж дрожит голос, но очень неприятная ситуация. Но самое главное, предупрежден, значит вооружен, как говорится. Поэтому не попадитесь. Это вот за все время, это второй раз. Вот именно ВКонтакте происходит такая. Но благо девочки не попались, предупредили вовремя, созвонились со мной. Поэтому будьте внимательны. Хочу вам показать вот такую вот красоту. Это просто, знаете, вещь музейная, можно сказать. Это мануфактура Нойндорф. Она винтажная, но не антикварная, не такая старинная. И посмотрите вы на эту работу. Честно говоря, когда она у меня пришла, я думала, что... Не надеялась вообще, что она дойдет. По последним нашим приобретениям очень много побитого фарфора. Даже мы как-то немножко так приостановились заказывать на ebay. Как-то только украшения стараюсь сейчас. Но обратите внимание, какая работа. Это вот гирлянда из цветов. Держит ангелочек, ручка. К ним прям даже прикасаться страшно. Нету ни единого скола. Вот эти вот хризантемы. Посмотрите, все, 3D. Великолепная просто работа. Сейчас я постараюсь вот так ее поставлю. Чтобы вы видели. Посмотрела на ebay, но подобные есть антикварные вазы. Мэйсон и Дрезденские. Но вот это, конечно, роскошь. Причем состояние просто идеальное. Вот такая вот красота появилась у меня, у моей коллег. А следующее. Такое вот красивое, такое красивое чайное трио. Я хочу, чтобы вы увидели этот рельефный рисунок. Немножко вот на улице солнечно. И немного слепит. Освещение немного не так отражает, как на самом деле его хорошо видно, но в реале. Приглашенный тон золота. Очень красивая резная ручка. Сейчас фокус возьмем. И посмотрите, как сделан внутри этот красивый букет. И вот такие вот прекрасные блюдца. Это 50-е годы. Бавария. Сейчас еще раз вам покажу, потому что, ну, просто уникальный цвет слоновой кости. Хотя, вот видите, на видео она немножко как будто белее выглядит. На самом деле просто великолепная, роскошная вещь. Легкая. Так. Следующая. Это находка Хуберта. Тоже, когда открывали, просто думали, не дышали, боялись. Но, слава богу, пришло целое. Это очень старая вещь. И сейчас, вот, честно говоря, забыла, но тоже, по-моему, послевоенные 40-е или 50-е годы. Такая вот красота. Тоже цвет слоновой кости. Сахарница, молочник и такой подносик. Посмотрите, какая красивая ручка. Эта вещь уже нашла свою хозяйку. Шарлотта называется. Так. Так, далее. Вот это мне очень нравится чашечка. И, по-моему, есть в другом немножко цвете у меня. Сейчас, честно говоря, точно уже не помню. Очень тоже легкая. Тоже. Это 50-е годы. Очень нежный, красивый рисунок. Мой любимый голубой цвет. Обратите внимание, видите, какой красивый рисунок. Не менее красивая роспись. Буквально позавчера Хоберт получил посылку. И, к сожалению, там было просто нереально красивое блюдо. И оно пришло в дребезги. И когда я сказала, что Хоберт и должен написать компания «Гермес», что относится так не очень хорошо. Хотя не могу сказать, что оно вообще было плохо упаковано. Да, это блюдо было большое. Но более-менее. Не в газету, там более-менее. Но я думаю, что Хоберт сказал, что он, конечно, позвонит. Но он настолько был расстроен, что я даже не знаю, сделал ли он это. И он сказал, что даже не жалко так деньги, как это же искусство. Это же невозможно. Столько лет она пережила и войну, и над себе людской халатности, которую люди не ценят. Вот так все пришло в негодность. Вот такая вот красота. Сегодня у меня телефон, конечно, расплывается. Очень легкая, практически невесомая чашечка на ножках. И посмотрите тоже, какая красота. Десертная тарелочка, конечно, тяжеловатая. А вот чашка просто невероятно легкая, красивая. Следующая, я так понимаю, это чайная двойка. Возможно, была она и тройка когда-то, но мне досталось вот в таком вот виде. Тоже это 60-е и 70-е годы. ГДР. Кобальтовый рисунок. Чашечка, обратите внимание, как сделана на ножке. Тоже очень легкая, кстати, она. Вот так вот, видите. Слава Богу, все цело, да. Выскочила с руки. Честно говоря, вот эта вот сегодняшняя ситуация с мошенниками меня просто сегодня выбило из колеи. А по плану было мне снять видео, потому что как-то планировала. И всегда как-то стараюсь запланированный день провести четко и по плану. Но, к сожалению, вот немножко выбил меня из колеи этот случай. Но думаю, что будет все хорошо. И девочки не попадутся. Лапы мошенников. Вот тоже похожая чашечка. Тоже красивый бордовый рисунок. Это тоже ГДР. Вот такие вот блюдца. Тоже состояние прекрасное. У нас немножко похолодало. Эта неделя очень холодная. 7 градусов всего. Мы даже занесли цветы, которые стояли возле дома. Побоялись, что ночью минус 2 и может побить. И поэтому никакой дачи, никакой рывалки. Мы сядем дома. Я поэтому запланировала каждый день эту неделю вам предоставлять по видео. А теперь я переведу к украшениям. Вот эта роскошная, большая, старинная брошь. Вот таким камнем, похожий на, скорее всего, на рубин. Он такой темно-темно-красный цвет. Может быть, камера искажает. И видите, замочек крючком. То есть вещь довольно-таки старенькая. Очень красивая. Кстати, потертости нет. Металл практически не поврежден патиной. И бить ее размер. Наверное, где-то 5,5 сантиметров. Это точно. Очень красивая. Так. Далее. Вот это просто неописуемая красотка. Довольно-таки крупная. Тоже видите, она 6 сантиметров. Если вот от края до края. Это измерять ее. И посмотрите на ее большие кристаллы. Такой аметистовый сиреневый цвет. В середине аврора. Бориалис. Состояние прекрасное. Тоже крючком замочек. Тоже нереально красивая вещь. Гранатовое стекло и браслет. Он можно немного его растягивать. То есть там нету резинок никаких. Просто такая система. Вот металлические крепления. И они имеют свойство подвижности. Поэтому без замочка можно прям на ручку надеть браслет. Он довольно-таки, по-моему, сантиметров 18. И еще немножко подрастягивается. То есть диапазон запястья очень большой. Такая вот красота. Состояние прекрасное. Без потертости. А вот эта красота наоборот. На тонкую ручку. На 17 сантиметров всего. Это антикварный браслет. Со страховочной цепочкой. Нету клейма никакого. Ну понятно, что это чешские гранаты. Состояние прекрасное. Решила все-таки я собрать коллекцию гранатов. И как-то я на них вот раньше не как-то... Ну, была равнодушна. Сейчас меня просто дуть захватывает. Но на ebay цены, конечно, большие. А на фламартах просто так не встретишь. Тоже стоят, перепродают. Поэтому... Поэтому я думаю, что вот эти вещи такие дорогие. Такая вот красота. И последнее, что я вам хочу показать. Мечты сбываются. Я давно мечтала об этом броши-кулоне. И вот она. Мечта сбылась. 10 сантиметров. Просто нереально. Christian Dior. Можно носить как кулон. Она такая довольно-таки тяжелая. Это 80-е годы. Нереальная красота. Я первый раз, когда увидела у Лены с Юрой Дан на канале, я думала... Я как-то начинала смотреть почему-то с их канала. Полюбила все вот это вот. Меня так это все затянуло. И я поэтому еще и открыла свой канал. И решила как-то вот начала коллекционировать. И когда я увидела эту брошь, вот года три я мечтала просто о ней. Но я даже не представляла. Она мне нигде не встречалась абсолютно. И вот на ebay я купила ее. Такая красотка. Невероятная красота. Ну вот, наверное, и все, дорогие мои друзья. Берегите себя. Не болейте. Не попадайтесь. Сейчас есть я дома. И поэтому, наверное, столько много мошенников развелось. Хотя их, конечно, и до этого хватало. Но не попадайтесь. Будьте бдительны. Не болейте. И всем мира и добра. И пока-пока.